Всем привет! С вами Денис Доропей, горная секция МФТИ. И сегодня новый кейс по выбору палатки. Выбираем палатку на все случаи жизни. Что это означает? Это означает, что сейчас я расскажу о палатке, которая подойдет как для походов самых высоких категорий, вплоть до шестерок горных, пеших, водных, лыжных, так и для какого-то простого отдыха кемпинга, поездки на фест. Называется IP32 SI. Буковка SI означает, что тент у нее сделан из ткани, покрытой силиконом, силиконовой пропиткой. И это автоматически означает суперлегкий вес, хорошие показатели прочности и водостойкости. Вес у палатки 2,870 кг. Вот в таком полном комплекте. Теперь давайте выкинем из нее лишнее и посмотрим, какой минимальный вес у этой палатки. Мы взвесим вот те вещи, которые мы оставляем дома. Чехол и часть колышка. Видим, что чехол и часть колышка это 375 грамм. Фактически получается вот такая голая палатка в минимальном весе для велопохода или какого-то легкоходного похода 2,5 кг. Так, теперь давайте поставим. Начинаем с того, что расстилаем все. Так, теперь дуги вставляем в карманы. Так, концы дуг вставляем на дальних сторонах в петельки. Теперь делаем ход конем. Для этого нужен некоторый опыт, чтобы так сделать, но приходит он довольно быстро. Нужно так, чтобы дальние концы не вывалились, когда вы в одиночку ставите. Подтянуть ближнее. Давайте буду рассказывать о деталях. Вот почему такая палатка подойдет для похода выходного дня или легких каких-то выездов на фест. Потому что у нее есть классная вентиляция. Смотрите, у нее два входа с двух сторон. Причем эти входы дублированы москитной сеткой. Можно вот так вот целиком сетку открыть. Вы можете встать у реки, жарить солнце, летают насекомые, кусают комары. При этом нормальная вентиляция, вы не задыхаетесь. И, в общем, все в порядке. Так, теперь вешаем тент. Так, характерная полудуга. И теперь пару колышков у входа. Те, которые я говорил, что должны быть обязательно в комплекте. Основные фишки, которые важны для сложного похода. Я уже сказал, что вес – это одна из таких важных характеристик. Вторая характеристика – это ветроустойчивость. И видим, что эта палатка, она такая приземистая. И вот эти как раз два пересечения, дуг, придают ей такую хорошую ветроустойчивую форму. Плюс набор ветровых оттяжек, которые есть. Вот сюда ставится с одной стороны. Вот вторая оттяжка. Ну, соответственно, всего четыре ветровые оттяжки, которые, ну, просто могут эту палатку закрепить уже там для серьезных ветров. Дополнительно ко всему этому идет ветрозащитная юбка. Она придает нереальную ветроустойчивость. Вот если вы привалили юбку, то палатка, ну, она может вот целиком под напором ветра лечь, да, там сложится каркас. Но факт, что просто сорвать тент и порвать его, ну, просто не сможет ветер, да. Он прикатает ее к земле, но она останется целой. И это вот то, ради чего, собственно, стоит брать палатку с юбкой. Дополнительный момент. Смотрите, когда вы расправляете юбку в сильный ливень, то у вас пятно, пятно сухой земли под палаткой получается значительно больше. То есть у вас весь отвод влаги идет вот еще на такую ширину. Поэтому, мое мнение, палатка хорошая для сложных походов должна быть с юбкой. Вот. Теперь, что касается вентиляции. Опять же, многие люди говорят, что, блин, в палатке, особенно с юбкой, конденсат такой, все выпадает, все мокрое. Ну, в общем, знаете, как только вы открываете вентиляцию, в палатке все становится в порядке. Вот она продувается, да, конечно, там в ней есть какой-то конденсат, выпадает роса. Но чтобы какой-то там ад намокало что-то или текло по стенкам, ну, нету такого. Ну, сколько, в общем, раз ходили наши группы, ну, никаких проблем. Открыли вентиляцию, причем она открывается и закрывается изнутри, да. Теперь, что касается тамбуров и двух входов. Вот, все палатки, которые имеют один вход, они имеют такой, ну, приличный недостаток. Это то, что людям приходится ползать друг через друга. Итак, если у вас свой вход, то вы просто садитесь в свой рюкзак, размещаете вот со своей стороны, здесь ставите свою обувь, здесь бросаете какие-то свои вещи, там, сидушки и все, что угодно. И это личное ваше пространство, это ваш такой персональный комфорт. Подведу итог, какой должна быть, по моему личному мнению и по моему опыту, палатка для всего, для всех видов активного отдыха. От сложных походов, пятерок, шестерок, до походов выходного дня и поездок на фестивали. У нее обязательно должна быть юбка, легкий тент, ну, желательно силиконизированный сейчас. Палатка должна иметь две дуги каркаса и одну полудугу, которая формирует тамбуры, чтобы вес двухместной палатки не превышал 3 килограмма, а трехместной 3,5 килограмма. Дополнительный бонус это противомоскитные сетки на входах, ну и, конечно, именно два входа, два тамбура. Вот такой должна быть хорошая палатка. С такой палаткой я хожу сам, с такой палаткой ходит горная секция МФТИ, с такими палатками. Такие палатки я рекомендую всем своим друзьям. На этом все. Выбирайте правильное снаряжение, подписывайтесь на канал, побольше путешествуйте. Пока-пока!